Всем привет! Это Дима и Оля. Сегодня мы приехали в город Бордо. Сейчас мы направляемся к парку с фонтаном. Сегодня мы позавтракали в маленькой кафешке. Завтрак стоил 7 евро. Туда входили пару круассанов, кофе, апельсиновый сок, багет, мини-багет, масло, джемы. В общем, мы с Олей, кажется, разгадали, почему французы такие худые. Они, несмотря на то, что они питаются на завтрак булками и батонами, мне кажется, потому что они очень мало едят. То есть на завтрак они всего ничего, круассанчик и кофе, ну что это за завтрак? А потом в обед вообще ничего не едят, и потом только вечером ужинают. И скорее всего из-за этого они такие худые. То есть количество калорий, которые они потребляют в день, все равно не превышает какую-то норму для человека. А вот эта огромная грунтовая площадь называется Плац-де-Кинг-Консесс. Извините за мой французский. Мы сейчас подойдем к фонтану и посмотрим его поближе. Ой, в такую жару было бы классно сейчас в таком фонтане искупаться. Просто мы не ожидали, что в августе в Бордо будет такая жара. 35 сегодня ожидается в обед. И ни одного облачка на небе, просто такая погода. Сейчас обойдем с другой стороны. Такое ощущение, что Чапаев из Самары переместился сюда. Разделся и купается во Франции. Хоть мы не были в Париже, но мне кажется, что здесь местная архитектура тоже чем-то напоминает Париж. Мы приближаемся к центральной части города, где много туристов. Как мы выяснили, это Плац Дуля Комедии. То есть это Плац перед... Не знаю, почему я по-польски говорю. То есть площадь перед Театром Комедии. Конечно, умели строить так, чтобы была видна перспектива. Такие проспекты. В конце проспекта статуя. Здесь вот тоже далеко видна архитектура. Все красиво. Прямо глаз радуется. Здесь как раз возле этого монумента и этой площади пересекаются все трамвайные ветки. Б, С и А. Здесь такие маленькие пешеходные улочки. И Apple Store. Вот мы вышли на главную пешеходную улицу Бордо. Это называется Рю-де-Сан-Катерин. Что здесь сказать? Очень классная, замощенная улица. Куча народу. Такая перспектива. Такие дома. Мне кажется, люди живут в этих домах. Из окон могут выглядывать. Мы заметили одну особенность, что даже в магазине Zara манекены все стоят с плоскими бюстами. Мы заметили одну особенность, что француженки все достаточно плоские. Но это, мне кажется, это их особенность. Может, потому что они мало едят. А вот мы вышли на Плац Пей-Берлан. Я говорю с таким французским прононсом. Здесь стоит два интересных... Церковные сооружения. Одно, но я так думаю, что это собор. Второе отдельное. Это колокольник. Ну или что-то в этом роде. Наверху золотая Дева Мария. Старый центр очень классный. Мы, когда прилетели сюда, кстати, поездка из аэропорта стоила всего евро 70 на автобусе. Общественный транспорт у них хороший. За пределами города, город Меридьяк, это какая-то деревня вообще. А вот Бордо, сам город, старые здания. Здесь достаточно интересная архитектура, узенькие улочки. Классный город. По-французски «хорошо» или «хороший» будет «бом», а «конфетка» будет «бом-бом». А чтобы сказать «хорошая конфетка», надо сказать «бом-бом-бом». Уроки французского от Дмитрия Безверхова. Такие интересные, милые человечки. Плоские светофоры светодиодные. И парковочные места. А это какие-то ворота, вход в город, с которых начинается пешеходная улица. О, здесь есть открытки. О, первый, кто нам пишет комментарий к нашему видео, получит открытку из Бордо. Мы вводим новое правило, что один и тот же человек не может получать открытку после каждого видео. Каждый раз будем высылать новым, первым людям. Да. Вот это вот площадь Победы в Бордо. Тут большая такая площадь. Ворота там, арки. «Факультет де медицин и де фармаций». Это университет Бордо, между прочим. Университет Бордо и сейчас, может быть, университет. Колонна, которая… Колонна, которая… С очень интересной, я даже не знаю, как это сказать, перекруткой. Да, перекрученная колонна. Здесь трамваи ходят, общественный транспорт. Да, очень жарко в городе, но в старом городе из-за маленьких узеньких улочек очень приятно, что везде тень. И поэтому мы сейчас снова возвращаемся в старый город, потому что иначе мы здесь расплавимся за пределами старого города. Мы тут набрели на музей этнографии. Мы туда не пойдем, но зайдем в прекрасный, красивый дворик. Нам очень понравилась там тень и деревья. И вообще посмотрим, как у них тут дворы музеев организованы. Да, очень приятно. Здесь на самом деле университет. И у музея вот это такой вход. Вот, с открывающимися дверьми, лестницы, кафешка. Может быть он не работает по понедельникам. Или нет, сегодня вторник. Сегодня уже среда. Блин. О, классный дворик. Да, дворик очень приятный. Здесь можно посидеть. Наверное, здание университета. Здесь студенты в обед могут выйти. Это бжоза. Оля у нас заговорила по-польски. Говорит, береза. Да, это береза. Только очень молодая и тонкая. Фонтан. Да, фонтан. Можно здесь пшеница такой? Классный. В Бордо любят бамбук. Они постоянно сажают бамбук. И он у них здесь хорошо растет. Что ты хочешь сказать по поводу Бордо? Город французский. Мне кажется, я так и представляла себе Францию. Ну, я не могу сказать ничего, как я представлялась Францию, потому что просто еще одна страна, чем-то похожа близко к Италии, потому что тепло, эти каменные дома, любовь к искусству и хорошей архитектуре. Тоже пьют кофе постоянно, едят круассаны. Сейчас мы вышли на площадь Святого Михаила. Тоже красивый архитектурный ансамбль, церковь и, вероятно, колокольня высокая, очень некрасиво оформленная. Вот мы подошли к воротам на Бургундию, Порт-де-Ля-Бургунь. И отсюда дорога начинается в Бургундию, в другой винный регион. Не в другой, а я думала, что Бордо, это в Бургундии, нет? Не, Бургундия не в Бордо. Бургундия находится в другой части Франции, а вон там такая милая улочка за нами, которая выходит на мост. Мы сейчас через этот мост, который за воротами, перейдем на другую сторону реки, на правый берег Гаронны и посмотрим там, не знаю, что-нибудь там посмотрим. Река очень сильно обмелела. Это лето очень сухое. Мы только что осознали, что этот мост, по которому мы сейчас идем, он только для трамваев, автобусов и велосипедистов. Ну и людей. Да, и людей. То есть здесь только общественный транспорт ходит, и никаких автомобилей нет. На другой стороне строят современное жилье, а на Старом береге такое ощущение, что запрещено что-то строить выше соборов, и это очень классно, потому что облик старого города совершенно не меняется. Вот мы перешли на другую сторону моста, здесь площадь Сталинграда, я не знаю, почему она так называется. Да, вон там даже на указатель есть, здесь стоит такой лев футуристичный. И вот здесь видно хорошо отсюда, холмы на правом берегу находятся между двух рек, поэтому это очень хороший регион для винограда. На левом берегу вдоль реки Гароны, там регионы Медок и Отмедок. О, такие бурые волны, ужасно. Да, очень коричневая река. Длинистые берега, и вероятно, вся эта глина еще и клубится в воде. Что нас удивило, в Бордо бесплатные туалеты общественные. Натыканы везде. Да, натыканы везде, еще там играет музыка, и женщина что-то говорит. К слову сказать, у них трамвай с кондиционерами. Мы идем к главной достопримечательности города, где больше всего туристов, но на пути нам попались ворота, очередные ворота, что-то вроде арки, но уже более оформленные, даже с какими-то окнами. Вот это двери, не ху-ху-муху. Вот мы нашли до главной достопримечательности. Деля Борс. Деля Борс. Я не знаю, но здесь находится национальный музей. Здесь что-то еще. Часть... Фонтан с голыми женщинами. Часть реставрируется, ну, проходит шоссе и трамвайные пути вдоль набережной, а вон там зеркало воды. Очень классное место. Это вроде и фонтан, и вроде не фонтан. Да, можно плескаться, можно смотреть, наблюдать за красивыми достопримечательностями. Очень крутое место. Ну как, нравится тебе? Да, здорово. Нравится тебе в Бордо? Вообще, в ней пространство отличное. Классные аллеи, наверное, чтобы играть в питанг. А мы выяснили, почему французы уходят обедать на 2 часа. Все просто потому, что настолько становится жарко, что они закрывают ставни в офисах и идут обедать на 2 часа, чтобы отдохнуть от жары. Идем по северной части города, в сторону нашего отеля, и нашли тут еще один католический собор, такой на узкой улочке, очень высокий, очень большой. Он прям нас удивил. В общем, милые здесь улочки, тихо, спокойно, все, наверное, уже спят. А мы как раз в саму жару идем обратно домой тоже спать. Наступил вечер. Мы больше никуда не пошли, а просто пришли на торжественный день рожденный ужин в корсиканский ресторан. Сейчас будем закуски от шефа. У меня нечто из сыра и базилика и шпината в томатном соусе, а у Димы тартар из... Ну, это... Мы не знаем, что это, но это типа рыба какая-то с цитрусами, апельсиновыми и помидорчиками. Француз, конечно, готовят безумно круто. Это как, знаете, в ресторанной дорогой кухне. Прийти, маленькая порция, но очень вкусная. Мы еще не пробовали, но пару дней назад было очень вкусно. Здесь, оказывается, мы попали в корсиканское место, в Бордо. Но, блин, потому что другие рестораны были то ли заняты, то ли не очень хорошие. Да, потому что мы выбрали, надо было бронировать. Но, неважно, этот, по-моему, тоже ничего. В общем, будем отрываться. Да, кто не знает, у нас сегодня день рождения, у нас обоих. Это уже третий раз. Ну, может быть. Все. Вот и закончилось наше путешествие в городе Бордо. Самое интересное, что в этом городе единственное место, где есть виноградники, это в аэропорту. Все остальные... Да, мы его видели. Да, да, все остальные виноградники за городом, на севере, на юге, на правом берегу реки. Во Франции нам понравилось то, что здесь очень вкусно кормят. Да, они прямо каждый... В каждом ресторане их шеф хочет быть самым лучшим шефом и приготовить еду. Что-нибудь интересненькое, вкусненькое. Райги донисты, в общем-то. Да, то есть они любят пить вино, очень любят долго поесть, вечером посидеть, пообщаться. Делать... Ну, то есть русскому человеку это, мне кажется, близко, вот это вот... Праздное времяпрепровождение, чтобы никуда не спешить, чтобы было просто вот удовольствие от жизни, без забот о завтрашнем дне. Да, да, да. При этом они все хорошо живут так, ну, то есть, как зарплаты у них в среднем не такие высокие по Европе, но они умудряются как-то... Находить деньги на красивую жизнь. Кстати, они пьют много пива. Неожиданно. Да, да. Даже дальше исключительно будут пить вино, но нет, пиво глушат еще вот так. Возможно, еще один секрет стройности французов это глисты. Да, они очень много сырого мяса едят, такие тартары. Да, они тартар только что стоят. И плюс не прожаривают мясо очень сильно. Если вы, например, где-нибудь в другом месте Европы заказываете стейк или там бургер медиум, то он у вас будет как бы внутри чуть-чуть красный, а снаружи хорошо прожаренный. Тут, это значит, что он снаружи чуть-чуть прожаренный, а внутри там просто сырое мясо. В общем, это на любителя. В общем, нам очень понравилось в городе Бордо. Да, и я сужу по себе. Если мне захотелось бы здесь остаться еще на пару дней, значит, это хороший город. Вот в Бордо мне захотелось остаться еще на пару дней. А чтобы следить за нашими дальнейшими путешествиями, вы можете на нас подписаться. Да, жмите там внизу лайк и подписывайтесь. Вдруг вы еще не сделали этого. Да. Счастливо. Пока.